На этом фоне протесты против локдауна набирают все большую силу. Карантинные ограничения грозят экономической катастрофой все большему числу стран. Безропотно идти навстречу голоду и разрухе не готовы в Ливане, Нидерландах, в других странах Европы, США. Похоже, общественное недовольство кипит вовсю и повсюду. Государство, в которых мирно варилось варево повседневных человеческих забот, теперь как паровые котлы, разрываемы бурлящими страстями и фонтанирующим недовольством граждан. На прошлой неделе выяснилось, что страны богатые и бедные, благополучные погрязшие в политическом хаосе, одинаково может постигнуть взрыв людского недовольства. Улицы городов в Нидерландах превратились в поля сражений. Полыхающая техника, дуэли, в которых набулыжные залпы отвечали залпами из водометов, сотни арестантов, уводимых в плен полицейскими, такого в стране не видали уже 40 лет. И ровно та же картина в Ливане, где уличная война не только не затихает, но полыхает с каждым днем все ярче и неукротимее. В стране введен круглосуточный комендантский час. При этом здесь более половины населения находится за гранью бедности. В городах запереть бедняков в домах означает просто уморить их голодом. И локдаун фактически превращается в форму правительственного террора. Полиция попыталась загнать людей в дома тюрьмы уговорами, те вышли на улицы. К ним применили дубинки, они ответили камнями. Протестующим начали перепадать пули, в ответ полетели боевые гранаты. Минувшей ночью города вновь привычно погрузились в облака слезоточивого газа, а на улицах был слышен ляск танковых гусениц. Беспорядки подавляет армия. В Европе ситуация не столь катастрофична, но и тут народ постепенно закипает. В Венгрии, несмотря на запреты, на улицы вышли сотни работников отелей, ресторанов, магазинов. Их довольно быстро рассеяли. Еще одно удобство, которое всюду даровал властям локдаун. Нарушением карантина можно объявить любой протест. Даже самый, что ни на есть, политический. Локдаун, впрочем, уже сам стал политикой, по крайней мере, экономической. Я хочу оплатить коммунальные счета, но мне нечем. Да что там, у меня нет денег на еду. Сферу обслуживания просто прихлопнули. Они убивают нас. Мой ресторан закрыт уже 4 месяца. Какой мне прокат правительственных субсидий, если я не могу открыться? У нас отняли право на труд, и таких, как я, сотни тысяч. Рестораторы Будапешта, что посмелее, намерены открыть сегодня свои заведения. Несмотря на требования не снимать замков до 1 марта. За это, правда, полагается штраф до 15 тысяч евро. Сфера услуг Венгрии потеряла в прошлом году полтора миллиарда. А помощи пострадавшим власти обещали лишь 50 миллионов. Да и из них выдали пока только четверть. В континентальной Испании строгость карантина такова, что на митинг не особенно соберешься. На материке, однако, и ситуация не так катастрофична, как на островах. На Балиарах и Майорке все жили туризмом. Кормильцев и паильцев здесь не видать уже много месяцев. Но налоговые каникулы никто не объявляет. Мой бизнес гибнет. Мы были закрыты 4 месяца. Потом дали открыться. Но работать разрешили только с местными, не с туристами. Но ни у кого из наших денег нет. Они тоже были закрыты. С нас не должны драть налоги, раз не позволяют работать. От меня требуют денег. Но делают все, чтобы я не могла их заработать. На Майорке с выходных вновь закрыты рестораны и бары. Владельцам, наверное, худо. Но официантам и барменам хуже 100 крат. Их лишили последнего куска хлеба. Протестующие уже готовы были штурмовать провинциальный парламент. Но страсти охладило появление полицейского вертолета. Недовольным дали понять, что власти готовы остужать страсти с применением любых средств. В минувшие выходные улицы и площади планетарных столиц, а также просто крупных городов, бурлили манифестациями. Протестовали просто недовольные и те, кто находятся на грани отчаяния. Вена, Брюссель, Перуанская Лима, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Амстердам. Всюду локдаун испытывает пределы людского терпения. Парижане тоже прошли столичными бульварами в знак протеста. Во многих городах страны, не будь то французы, они завершали манифестации вечеринками протеста. На сегодня почти 104 миллиона землян заражены коронавирусом. Из них 77 миллионов от болезней благополучно излечились. У граждан большинства стран уже есть, похоже, твердая уверенность в том, что локдауны – это не спасение, а напротив бедствие. Убедить в этом свои правительства земляне пока пытаются по преимуществу мирно. Но кое-где, как в Ливане, вспыхивают умеренные интенсивности гражданские войны. И таких ливанов на планете становится с каждым днем все больше и больше. Олег Романов, Дмитрий Остертах, агентство теленовостей.